Про учебу что говорить? Сегодня все взрослые в школу. Школа виновата. Но не во всем школа виновата. В школе тоже работают щита родителей. Я скажу только про вашу школу. Я сторонний как бы приезжаю сюда на лето смотрю. Вот как-то не заложено это в детях чувство самосохранения. Вот маленькие девочки. Ну видно какие. Красивые, то другое. А одних отсылают в поле. Пойдет если она грибы собирать, ягоды, все сразу поднимут тревогу. Это нельзя. Опасно. А с коровами, с овечками уйдет нормально. Да она-то осталась та же самая. К ней любой подъедет на коне и ее никогда не найдешь. Да сказал бы некому по стене. Нет, парень дома сидит. В это время он с компьютером в обнимку сидит. Ее посылают на два часа. Через два часа идут меняться. То есть такой бедлам. И сказать еще нельзя. Потому что это от родителей идет. В копейку же девочку не ставят. Повторяю. Тысячу триста лет. Два миллиарда мусульман никогда этого не допустят. Никогда. Вот в Чечне что-то было и там, ну не, захватили заложников. Ну там можно было. И один что-то стал ей говорить. Говорить! Этот брат-батюшка уже был арестован. Он вырвался. Подскочил к солдату, выхватил автомат и расстрелял его. Его убили, и сетренку убили. Понятно? Как надо беречь девочку? Вы не случайно поставите мальчики выше, и все застегнуты. Девочки, как одна расстегнутая. А ну застегните все верхнюю пубку. Застегните все верхнюю пубку. Все до одной расстегнуты. Это что, норма, дресс-код? Ее-то и надо хранить в самой оценке грудь. А дальше уже она приметна. Уже расстегивается. Дальше вот так открыто немножко. А потом уже и вывалило все. Мы проехали слишком много мусульманских республик. Тысяча шестьсот с лишним километров по Турции проехали. Душа радуется смотреть. Ни одной не увидели, чтобы у них платье было выше колена. Все одеты по корме. Все на улице. Старые, молодые. Юноша с девушкой идут. Все одинаковые. Значит, они работают имам. А у нас священники спят. Им это все равно. Как отец Дмитрий говорит. Я крестил, крестил, посмотрел. Кто? Только он не говорит. Кто вырос из девочек-то? На панель. Мальчики в тюрьму. В ФСО, а потом в тюрьму. Но если они попадают в плен, принимают мусульманство, они идут точно как те мусульмане. Пять раз в день на молитву становятся одеты по форме. Я русское приняло мусульманство. Одета по полной форме. Пять ее сестер перешли. Мусульманство. Христианское это уже прошедшее считают. И погубили это попы. Мы вчера приехали наши с урывки. Там я, может быть, слышал толком. Шерстопитова, знакомый, где-то и хотел встретиться. А сейчас, я говорю, встречаюсь. Он мне женой встречается. Таковы сектанты. А кто сказал? Поп сказал, который меня в глаза не видел. Волки лютые. И вот это наследие Божье, оно вам не принадлежит. Если твои дети, ты придешь без детей, тебя от дверей райских повернет Господь. Вот я и дети моих, которых дал мне Господь. Застегнулись? Не расстегивайтесь никогда больше. Не смотрите на своих родителей. Я напоминаю еще раз. Девочка пишет, 13-летняя. 13-летняя у них уже замуж выходит. 12 лет замуж выдают. А этой поменьше, а сестренке постарше. За водой сбегают. А чулок сполз. Отец остановил сразу. Да какой отец у нас посмотрит, что девочка побежала за водой, а чулок сполз один. Она остановилась с папой. Неужели так это ваше, что у меня маленько ниже спустилось? Ты будешь, говорит, в район, а вот это место голое будет гореть в огне в аду. Тебе нравится это? Она тут же ободелась, проси, папа, и побежала. Да у нас-то здесь в стране такого нигде нету. Нигде. Они добились, фотографировались на паспорта только в головных уборках. Где? В России, в Советском Союзе. Они добиваются. У нас еще они добиваются, по волнам. Я вас умоляю, прошу, не оставляйте девочек одних на поле. Бросьте свои здесь дела, компьютеры. Иди, пасти с ней вместе. Она может помогать. Дочери и Афора в несколько, несколько были там. Мы видим, где Рахиль пасли вместе. По одной девочке нигде в Писании нету. Это убийство. Даже никаких разговоров нет. Одна и девчера опять пошла пасти. Два часа прошло, брат катит. А где он два часа был? Он у компьютера пропадает. Он там полному штук хватает. Вот это злонравие, звериный характер вырастает у вас здесь. Из семьи. Приходится останавливать. Ну пусть их от нижней колен-то платят. Куда вы пришли-то? Христианская школа. Я что-то говорю, новые. Каждый год одно и то же. Учителя одеты по форме, как положено. Длина юбки. Чего вам о высшем говорить, когда малейшие не сделали? Павел говорит, тогда перейдем и к высшему. Они крещеные, они причащаются. А ведь-то вес мирской. Мирские замыслы. Во время перемен, говорит, оврут, бегают, прыгают. Да вы выйдите спокойно, посмотрите на природу. Поговорите о чем-то. Как бешеные носятся. Поставили случайно машину и зерном так ничего не крают. Заскочили в машину, давай зерно раскидывают здесь по двору. Это было что здесь? Я вам говорю это с великой печалью и скорбью. Вы потеряны. Почти все. Я вот смотрю каждый раз, молюсь и, Господи, покажи мне одного ребенка потеряйки, который избран тобой. С трудом просматриваются следы, может, в одном другом ребенке. Остальные мирские. Это всех ты, это вы их наполните сразу. Потому что в православии не за что задержаться. Тут молитва, главная молитва. А ей нету. Стоит три часа перебирать ногти свои. Поклониться, вот только поклон какой делают. Вы это не видите, что есть. Мы православные. Мы должны быть света милы. Мы христиане. Высощайшее звание, как одета. Мы христианин все христианское. Иное затоузное. Одежда иная. Питание иное. Сон иной. Разговор иной. Здесь все мирское. Ни один не отмечит. Ты делаешься добычей дикого зверя. У нас была одна христианка такая в лагере. Ребята играют, что-то скажут. Все под наблюдением. Они где-то подшутят. Сказать. А она сидит, читает Писание. Потихоньку к ней подходит и рядом сядет. Ни один не насмеется. Ни один не позволит себе делать то, что делает другим. Если бы она где-то была по-мускальмански, даже одна оказалась где-то. Не каждый пальцем тронет. Он видит в защиту вокруг нее. Она высказала. Платье поднято, грудь раскрыта. Готовый товар бери. Чего ж не брать-то даром. У меня все. Отошелся. Об этом уже говорили, что и поставьте строго. Что форма у мальчиков такая. Да. Ну, что они не будут ставить, хотя, по крайней мере, в школу. Не нарушали. Девочки, сказали, что юбочки, платья должны быть ниже колен. Ну, не до пят. Но ниже колен, хотя бы на 10 сантиметров ниже колен обязательно. Поставьте это в правило. Мы учились в такой же школе. Тогда были более строгие. Мы проходили в школу, проверяли воротничок белый. Грязный или чистый воротничок. Покажи руки, ногти. Показали. Если под ногтями грязь, иди. В уши заглянули. Чисто ли нет в ушах. Да? Так было. Проверяли все. Дежурный. Дежурный в школе проверял. В дверях стоит. Какая обувь. Законишь обувь. Чисто ли грязно. Иди, мой. Все. Нет? Иди домой. Придешь с родителями. Вот так вот было. Ну, раз сказали, ну, разве трудно это сделать? Сказали бы такое, что надевать какие-то береги носить. Там бы на синицу. Что тело будет все развеяло. Это, ну, всего-то опусти на 10 целей. Какая трудность в этом? Ну. Мне дали книжечки. Там называется «Записки криминалиста». И там пишут в этом. Исследование провели. 87% преступлений об изнасиловании. Спровоцированы жертвами. Понимаете? И ни одного случая нигде не описывается, что если идет девушка там, кто из храма, и христианка в одежде, там, в длинной юбке, там, в платочке, чтобы ее схватили, нет случая. А где? Шла с дискотеки, там, с клуба, с какого-то там еще и прочее. Почему? Потому что там идет она как? Юбочка, говорит, там, чуть, говорит, пониже попы на 10 сантиметров. Вот. Открыто все там. Это называется это просто, сказать, как? Это, говорит, сексуальная приманка. Понимаете? Но вы храните себя здесь. Это для вас же говорит, что вам сохранится в этом. Тем более вы христиане. Принимаете в себя, причащаетесь с тела и крови Господа Иисуса Христа. Это же не на один день, не на один час, что приняли один час, будто бы это таинство действует один час. Не один час. Он на всю жизнь действует. Если сегодня ты согрешаешь, то ты согрешаешь против тела и крови, которого ты принимаешь. Хотя бы ты раз в жизни причастилась. Помните об этом. Нас когда воспитывали, жили мы у дедушки с бабушкой, Библии не было, не знали, Библии, Евангелие не знали. Читали по воскресеньям, дедушка заставлял читать златоустство на славянском языке. Большая книга такая. Читали. Многое не понимали, почти ничего не понимали. Но толкование, что прочитывали, было очень простое. Бабушка толковала. Как-то сестра моя старшая уже в десятом классе училась. Ну, девчонка, охота тоже покрасоваться. Ну, покрасила там на щеке свеклой что-то, губы, наверное, тоже свеклой. Так, краски-то не было, свеклой красились. Красной свеклой подкрасится. И бабушка заметила. А у нас златоуста читаем, он говорит, Те члены тела, которыми мы грешим больше в этой жизни, Больше будут мучимы в вечности. А ты просто пошла она там с девчонками на танцы, Потанцевала, бабушка узнала, танцевала. Ах ты такая. Вот на том свете будешь на раскаленной сковородке голыми ногами плясать. Просто толкование. Тоже одна коса была. Две косы девочки нельзя расплетать. Было так. А ну, а девчонки там охоты распилили. Бабушка узнала, так она ее как схватила за эти, за две косы. Да как ее оттрепало. И сказал, вот там вот, на том свете. Тебе каждую волосинку, там что-то будет вроде раскаленная проволочка вместо волосинки. Просто толкование. То есть вселяли страх Божий. На этом хотим. И это то, что было, не зная мы евангельских истин. Но знали этот страх. Как перед вечностью это сохранило от многих смертельных, страшных грехов. Я на себе это знаю. Молодой юноша, было что-то... А нет, мамка говорила, это страшно. Бог за это накажет, не буду я этого делать. Поймите, родители. Ну, говорите хотя об этом им. Что, помните, те части тела, которыми мы грешим в этой жизни, больше будут мучимы в вечности. Как говорил брат. Это все знают, и мусульмане знают об этом. Что есть вечности, есть мучения, есть рай. Почти во всех религиях об этом говорится. Что жизнь, она временная. Красота телесная. Она все пройдет. Ну, что вы думаете, что Надежда Васильевна не была такой красивой, как вы? Посмотрите. Нина Васильевна. А тетя Неля, что, не была такая красивая, как вы? Ну. Леонид Львов Николаевна. Посмотрите. А сейчас на что похоже? На вся. Ну. Вы такие будете. Посмотрите. Вы такие это будете. Все это пройдет. Ну. Вы стараетесь быть красивыми не для людей сегодня, а для Бога. Как я выгляжу пред Богом? Как? Нравится одежда моя? Понравится Богу или нет моя одежда? А как узнать? А что об этом говорит Слово Божие? Чем должна украшать себя? Женщина, девушка. Нарядность в одежде какой там или как? Чтобы подражать миру всему, как мир, так и я оденуся. Нет. Кроткий, молчаливый дух должен быть. Вот что, чем украшает себя. Целомудрием украшать себя. В этом красота заключается. А не в том, что оделась, что красиво, чтобы все было видно, там, и грудь, и ноги, и все. Это все временно. Завтра болезнь постигнет, и ничего нет в этой красоте. Это только глина сверху. Помните об этом всегда. И страшитесь. Чтобы вас не узнали, что вы христиане. Вот этого нужно страшить. А нас наоборот страшимся. А как вы не узнали, что я верующий? Дай, когда узнают. Дай вам Бог всем, как вы вчера молились и просили, чтобы во-первых, Господь дал вам познать мудрость Божия. Чтобы она вселялась в сердцах ваших, и руководила вас в вашей жизни. А то смотришь, смотрю, вчера показывали мне по интернету. Наши верующие, казалось бы, у нас крестью, по интернету показывают фотографии. Но ни одной фотографии нет, чтобы было показано в каком-то деле. Ну, фотографии. Волосы распущены на одну сторону, нога поднята так. Дальше ворлосы распущены на обе стороны. Это нога заново. Там штанах и штанов. Там грудь открыта, немножко наполовину закрыта. Все фотографии такие. Ну, мир, даже не мир, а экс-мир там вообще. Понимаете, что показали? И что? Ну, показали, все посмотрели. Это дальше, это что? Поэтому знали. Они познали, что какая в работе, в рассуждениях, в мудрости. В этом нужно показать для себя более. А это показали, они посмотрели, ну и поняли, что нет ничего кроме этого. То, что есть, самое ценное, то показали, все. Учитесь, пока есть время. Читал я как-то в газете еще, напомню, что писал корреспондент «Комсомольская правда». Было на уроках в японской школе. На перемене, говорит, бегают такие же, говорит, дурят там и все так же. Но вот, говорит, начался урок, и такие вот, пришел на урок, как в шестилетие, у них шестилет. Я, говорит, увидел, что это на уроке сидят маленькие деловые люди. На уроке, можно, говорит, пролетела муха, слыхать, как пролетела муха, то есть тишина. Все внимание на учителей. Ему уже дома родители сказали, сынок, если ты сегодня не научишься в школе то, что тебя учат, то ты будешь вон там, будешь, возле мусорных ящиков, будешь только тротуары подметать, туалеты чистить. На больше ты ничего не способен. И он уже знает, что нужно хорошо учиться. Поэтому в Японии-то все получают, уже издали там компьютер, а у нас только через 20 лет доходят к нам сегодня. У него японцы дома приходят, у него 32 робота, пишут, 32 робота. Заходят в квартиру, робот подает ему тапочки. Другой заходит, там включает плиту, там и все это. Знаете, дома как-то. А у нас трактор отремонтируется. Проблема. Некому. На комбайн сесть, ввести простой комбайн, этому же медведя научить, включать, выключать, как некому. Сегодня уже встает проблема, пишет фермиратор, ну мне, говорит, вот уже 60 лет, говорит, я уже. А кому передать, говорит, я не знаю, у него 6000 гектаров. Нет, говорит, никого, молодых нет людей. Ну вот есть еще такие же, как я, работают, комбайнеры по 60 лет уже. Некому передать. Проблема встает. Всем хочет семья передать. Храни вас, и Бог. Учитель. Наша мама говорила так еще, не ученый говорит, как такой нет, а ученый. Немножко. Так, Амфиса, подойди сюда. Немного с вами поговори. А, важно дело делать. Так, проходите дальше. Взрослые здесь не нужны, никто. Все уходите. Батюшка, а освещать овощи будем? Да, 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 да. Сейчас мы подойдем. Сейчас выйдем. Завтра освещаем овощи, фрукты. Я забыл тогда. Вы помните, в прошлый раз я просил прийти к этой, к этой, к этой люди. Такой материал, между нами девушки называются. Людмила Плёдь. Кто слышал? Слышал, слышал. Хороший? Материал чрезвычайно хороший. Я даже написал, что я от патриарха такого не слышал. Как нужно блюсти себя? Блюсти, значит, сохранять. Вот в таком возрасте. Потому что сатана, он обольститель. Он любой образ примет. Тебе нравится кучерявый? Кучерявый явится. Тебе нравится богатый? Он богатый явится. Зайдет в храм и вот так почесал только за ухом. А ты подумал, что тебя уже манит кто-то. Вот в этом вопросе священное писание строжайше предупреждает. В Ветхом Завете это было, а сегодня сохранилось у мусульман. Если девушка не сохранила детство, это обнаружится в брачной ночи, ее предавали в смерти. Читали? Читайте. Это очень хорошо. Это хранят такие, как азербайджанцы. Они хранят постельные все после первой брачной ночи. И вы взрослые, я с вами говорю, как с теми, которые вышли уже на это поприще рядом. Максим Горький говорит, что может быть 95% девушек в 11-летнем возрасте только и мечтает, как выйти замуж. Это говорит, как считает знаток человеческих душ. А апостол Павел говорит, вас ждут скорби. И апостол Павел говорит не свои слова. Он говорит то, что сказал Господь Бог. Бог будет иметь скорби, скорби будешь рождать. Это бремя такое. И от этого ни одна царица не избежала. Будь она спортсменка, развитая, то же самое будет. И удачных браков по пальцам пересчитать. Сегодня самые удачные браки только там, где соблюдают заповеди Божьи. А заповеди Божьи – это то, что нам написано в Святой Библии. Я вижу, вы уже подросли на моих глазах. Родились, ходили, подросли. И выезжайте в город. Ты уже закончил университет? Так. Ты учишься на каком курсе? На втором. На втором. А ты где учишься? В шестом классе. В каком? В шестом. В шестом. А ты? В седьмом. В седьмом. То есть, уже взрослые. У мусульман в 12 лет выдают замуж. Так что вы невеста, самый настоящий. Сегодня к вам, если мусульманин пришел, вы были в мусульманских странах, и родители отдали с 12 лет. В Богородице Иисус был на руках, когда ей было неполных 15 лет. Это рисуют ее бабушкой какой-то. Это неправильно. 15 лет неполных. Вы должны себя сохранять, потому что за этим смертный приговор стоит. Нигде ничего не делать без молитвы, без совета со старшими. И в первую очередь с родителями и со священником. Это они стоят рядом. Почему и называется отец Иоанн, отец Аким. Вот. Я вам советую всем прочитать книгу и посмотреть фильм. Есть такой. Крессерва соната Иоанна Николаевича Толстого. Кто смотрел? Я читала. Это больше, чем смотреть. Но там Олег Янковский, кажется, играет. Это чудесно. Это последний народный артист был. Ему дано было. Он это понял. Он это показал. Такие люди редко рождаются с такими талантами, чтобы все это описать. Как бывает, что бывает, почему бывает, зачем брак установлен. Это говорит человек с мировым именем. Я вам много не буду говорить. Потому что мы молимся вместе. Вы в моих молитвах всегда. Но видя то, как мир развращенный, Господь назвал его мир прелюбодненный, дочный. Другого имени этого мира нет. Люди этого не понимают. Святости брака. И мусульман понимают. У нас нет. Нет наставления такого. Редкости. Есть оно где-то очень редко. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, вы в первую очередь оборщайтесь в молитве к Богу. Попросите спасителя нашего Иисуса Христа. Как быть? Апостол Павел желает, чтобы вы были как я, то есть не выходили замуж. Это маленькая была. Я замуж не пойду. Почему? А дома и так хорошо. А когда подрастает, мысли меняются. Оно не так может быть. А чтобы было так, это надо смотреть в Священное Писание. Апостол Павел, когда об этом говорит, выдающий замуж девицу поступает хорошо, а не выдающий, еще лучше. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо. Слава Иисусу Христу. Берегите себя.